Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Сегодня, как вы уже поняли, у нас будет влог. Я сегодня утром встала, посмотрела в окно, я вижу обалденную просто погоду. Решила с утра не просто начать снимать мукбанг, а просто походить, погулять, сделать три круга вокруг дома. Точнее, не совсем вокруг дома, но в общем, таких больших круга решила сделать, походить. Потому что низкая физическая активность влечет за собой проблемы со здоровьем, которые мне абсолютно не нужны. Поэтому я решила либо вечером, либо утром выходить и ходить. Просто ходить. У меня была идея купить тренажер. Сейчас эта идея уже отошла на второй план. Я решила просто ходить на свежем воздухе. Мой доктор-эндокринолог мне сказал, что лучше всего просто ходить на свежем воздухе, чем в помещении. Это тренажер, это вещь ненужная. А лучше, она сказала, сесть в машину, поехать на берег моря и походить там. Там воздух свежий, он полезный и так далее. Но пока что, к сожалению, такой возможности нету, поэтому я сейчас соберу манатки. И просто три круга вокруг дома. Таких больших круга. Можно даже утром и вечером. Мои хорошие, еще в прошлый раз хотела вам показать, но потом забыла. Вот фунчоза. Та самая, которую я готовлю на мукбанке. Просто в комментариях мне пишут, что это не фунчоза. Вот я покупаю в такой упаковке. Написано фунчоза. Вот так что, не знаю, как вы, но у нас продается такая. С этими ногтями так сложно застегнуть браслет. Причем даже не знаю, зачем я его надеваю, если кофта все это закрывает. Это тот самый браслет от Sunlight, который я купила. Ношу просто с удовольствием. Смотрите, как красиво. Летом вообще классно будет его носить. Вдоволь прогулялась. Сняла бабушкину пенсию. Купила все, что мне было необходимо. Вот теперь направляюсь в сторону дома. Вот сейчас думаю, стоит ли покупать эти кисточки. По идее, у меня дохрена кистей. И мне они совершенно не нужны. Но шипоголик во мне говорит, айка, купи. Потом не найдешь такие нигде. Вот в чем вопрос. Раньше я просто фанатела от вот таких вот акриловых органайзеров. Сейчас мне почему-то кажется, что мода на них уже прошла. У меня у самой есть два таких органайзера. Они просто лежат и даже не используются. Решила взять себе кисти, но долго топталась. Думала, надо оно мне или не надо. Так как я ленивая попа, не люблю мыть кисти. Мне нужно их много в арсенале. И, конечно же, мой любимый раздел со всякими носочками. Я не знаю, как вы, но когда я надеваю новые носочки, я прям чувствую себя богиней. Вот эти вот очень понравились, но они детские. А дальше здесь интересные носки, но просто они как будто старые. С Киткатом, Кока-Колой, М&Мс. Короче, все, что вы хотите. Спрайт тут даже имеется. В общем, интересные носки, но какие-то они как будто старые. Я уже дома и закон подлости. Я потеряла карточку от аптеки. В общем, был период, когда маме проводили лечение. И мы сделали очень большой, так скажем, заказ, хотела сказать. Покупку очень большую. И на нашу карту сели бонусы. Там было очень много бонусов. Надо было сразу их истратить, мам. Вот я всегда так делаю. Я не оставляю ничего на вот этих вот бонусных картах. В общем, сейчас я ее потерял. Не знаю где. Видимо, когда я вынимала из своего маленького, малипусенького клатча, или как назвать, сумочки. Когда я вынимала камеру, видимо, карточка тоже выпала где-то. К сожалению. Я, кстати, подошла в аптеку, спросила у них, можно ли будет восстановить. Сказали, что нет. Я говорю, а если восстановить нельзя, то возможно я использую эти бонусы, потому что эта карта прикреплена к моему номеру. Я искала свой номер, и она сказала, что здесь не видно, сколько у вас. То есть обязательно нужна карточка, чтобы обналичить, так скажем, денежки или купить на эти деньги что-то иное. Я, в общем, расстроилась. Ужас расстроилась. Почему, мам, такая непруха вечно? Ну, я кое-что купила. Сейчас вам покажу. Мам, красота? Скажи, что красота. Я вам показала в магазине. Еще позавчера смотрела на эти кисти. Очень красивая ручка. Видно, что они качественные. Очень понравились. Сейчас открою, вам тоже вблизи покажу. Еще взяла вот такие кисти для маникюра, чтобы рисовать. И рисунки, мам, жди дизайны. Будут дизайны всякие. Правда, такие кисти мне долго не служат. Постоянно они в геле. И потом в ужасном состоянии. А еще я купила себе носочки. Обожаю носки новые. Когда я надеваю новые носки, я чувствую себя богиней. Оказывается, они с размерами. Я даже не знала, не обратила внимания. 36-40. Хотя нет, это, наверное, один размер такой. В общем, такие разноцветные носочки купила. Каждая пара стоила один манат. Это делает 44 рубля. Некоторые мне в комментариях пишут, что почему ты раньше говорила, что один манат это 41 рубль, а сейчас ты говоришь, что это 45. Но извините меня, курс же тоже меняется. Скачет каждый день. Так что, как говорю, по курсу сегодня 44 рубля. Можете проверить. Вот я уже вынула из упаковки. Если честно, я думала, что они будут покрепше. Они такие легенькие. И еще здесь ножка вот такая вот с углами. То есть не круглая. Но внутри очень классно переливаются такие блесточки. В общем, мне нравится. Неплохо. На четверочку так. Этот набор стоил 14 манат. Да, вот так. А вот этот 3,50. Я просто так сейчас угорал. Я слушаю песню Моргенштерна. И мама такая сидит, сидит и такая говорит, это интересно. На каком языке? Это русский язык. Там же ничего не понятно. Прикиньте, она спрашивает, на каком это языке? Девочки, знаете, я вот сейчас сижу на кровати, делаю макияж. И мне очень понравились эти кисти. Они настолько офигенно растушевывают тени. Такие мягкие. Не знаю, ручка приятная на ощупь. В общем, в использовании мне очень понравились. Я реально не понимаю, зачем покупать супер дорогие кисти. То есть я, например, захожу в косметический магазин и вижу цены, например, за этот набор, к примеру, за эту же цену можно взять, например, одну вот такую вот кисть. И до меня не доходит зачем. Единственное, скошенная кисточка, конечно, возможно, ее лучше брать чуть подороже. А так в основном вот эти вот набиты отлично. Супер. Можно и на Али, кстати, взять. Но мне не охота ждать. Мне надо все и сразу. А макияж получился вот такой. Мне очень нравится. И растушевать классно получилось. Я сейчас буду снимать для вас мукпанг. И вот что я себе сделала. По мне очень красиво. Вообще, в последнее время постоянно пользуюсь тенями. Не знаю, прям поднимается настроение. Сижу, смотрю, чей это мукпанг. И потихонечку крашусь перед своим видео. Вы знаете, я уже который день очень недовольна своими ноготочками. Мне хочется их переделать. Точнее, они недоделаны. Я хотела себе сделать в тот раз френч. Получилось криво. Я как бы все снесла нафиг. Сейчас хочу сверху покрыть цветом. Не знаю каким, но что-то нужно с ними делать. Притащила все. Вы знаете, так удобно. После того, как я поместила все свои принадлежности в эти контейнеры. Просто не заморачиваюсь. Взяла два контейнера, притащила сюда и быстренько сделала маникюрчик. У меня всего 40 минут. Не знаю, успею ли я две руки сделать. Айка без ведра чая не айка. Поэтому наливаем себе горячий душистый чай с гвоздикой и конфеточки, естественно. Мои хорошие, мой вам любительский совет. Самое главное в маникюре это освещение. То есть, если у вас даже дневной свет, все равно стоит включить искусственное освещение. Вы должны все это хорошо видеть. Я смотрю передачу тут. И вот убрала длину, укрепила гелем, наношу базу. И сейчас будем выбирать цвет. Купила этот гель-лак, наверное, года три назад. И сегодня буду первый раз делать покрытие с ним. Это C&D. Достаточно такой плотный, чем-то напоминает черный. Но на самом деле это просто темно-синий цвет. Вот такая вот красота у меня получилась. Я просто в восторге, мои хорошие. Посмотрите, как красиво. Цвет такой, знаете, насыщенный. Очень плотный. При удачном использовании можно нанести даже в один слой. Настолько хороший цвет. Но я нанесла в два тонких слоя, потому что с ним достаточно сложно работать. И он стекал вот сюда. Боковые валики. И покажу вторую руку. Обычно у меня правая рука получается не очень аккуратно. Но не в этот раз. Посмотрите, какие блики. Укрепила гелем. Причем вот этот сначала. Нечаянно отрезала больше, чем надо. Потом нарастила. Вот даже здесь можете наблюдать. Немножечко нарастила. Как тебе, мамулечка? Нравится? Да. Завтра будем маме еще переделывать. На ужин мне... Это Твикс, не обращайте внимания. Он что-то с ума сошел в последнее время. На ужин мне захотелось грейпфрут. Он у нас уже давно лежит в холодильнике. И я чувствую, что он вот-вот сейчас сгниет. Поэтому надо его помыть, порезать и поесть. А вот так вот простенько выглядит мой ужин. Это грейпфрут. Здесь у нас шоколадки баунти, мамины любимые. Она их просто обожает. Такие нохул и самые обычные сосательные конфеты. И пьем чаек. Я, кстати, когда первый раз попробовала грейпфрут, он мне абсолютно не понравился. Мама его постоянно кушала, чтобы похудеть. И потом миксовала все это дело еще таким кусочком торта. Поэтому не получилось. А я просто полюбила грейпфрут. Он очень полезный. Поэтому я его на ужин очень люблю кушать. Мукбанг по влоге. Делаем вот так. Вы у меня, кстати, сейчас стоите на баунте. Я, кстати, всегда грейпфрут режу вот такими огромными просто ломтиками. Не как апельсин. Это другое. Это совсем другое. У меня, кстати, очки, мама, у тебя тоже так, я не знаю. У меня здесь появляются болячки. Извиняюсь, вы упали. Я не буду вырезать. Вы упали, извините. Это на чем мы остановились. У тебя тоже здесь появляются болячки, да? У тебя же там такая штука, которая смягчает это все дело. Не болячки, но какая-то вмятина была. У тебя тоже там такая штука.